Всем привет! Садаш на правде, это канал с полезностями для путешественников. Если любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сегодня мы с вами останавливаемся в отеле Парк-Ин Ярославль. Гостиница расположена не в самом центре города, а у главного вокзала. Это хорошо, если вы приехали на поезде и вам тогда не надо таскаться с чемоданами по всему городу, а также если вы путешествуете на автомобиле. Так, до Кремля вы можете доехать на машине примерно за 10 минут. Если же вы пользуетесь общественным транспортом, то от центрального вокзала, который находится в 5 минутах ходьбы от гостиницы, вы можете доехать на троллейбусе примерно за полчаса. Музыка 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 ну как обычно входите вставляете ключ здесь значит не беспокоить такое креативной форме даже при входе тут сразу у вас вешалка шкаф тут также есть и вешалки сейф и просто пока также еще есть крючки здесь кондиционер зеркало во всю во себе весь рост дальше очень хорошая душевая дальше туалет раковина а также нормальные дозаторы мыло и гель для душа тут значит это дверь для другой номер но она сейчас заперта также тут такие высокие кровати в американском стиле здесь регулировка климат-контроля телевизор и стол бесплатно чай вода и еще имеется бар нет и еще полочки такие и нам дали двенадцатый этаж самый высокий и здесь открывается вид на ярославскую область частью нам выдали вид на железную дорогу и на вокзал а нам если у вас был бы вид на противоположную сторону то там бы вы увидели кладбище поэтому нам относительно повезло но я люблю на самом деле такие панорамные виды неважно что там за окном даже очень прикольно и так тут кресло столик и вот так вот выглядит номер самое интересное что когда мы заселились и зашли в номер то там вообще отсутствовал холодильник а также не было халатов и тапочек хотя заявлено что он есть тем более что отель 4 звезды и номер superior улучшенный поэтому там они обязаны это предоставить мы подошли на ресепшен и пока мы ужинали этом где-то в течение часа нам нам всего принесли и холодильник поставили на место так халаты принесли тапки принесли еще принесли зубные наборы с четкой пастой их даже холодильник принесли мы выбирали разные отели здесь и остановились на двух это вот этот парк и на редисон и азимут но азимут был с бассейном но мы позвонили туда и к сожалению во время карантина бассейны не работают и хочу вас обратить внимание что во время карантина уточняйте если вы там у вас завтрак шведский стол и прочие бассейны или какие-то еще услуги предоставляются они или нет в данной ситуации цена этого номера 3 800 и по букингу так как у меня status genius мне дали бесплатное повышение но класса номер как это делается просто у вас высвечивается обычный номер и и вот этот superior номер в одной ценовой категории и я конечно же выбрал суперер завтраком и ужин здесь стоит 300 рублей а сейчас долгожданный ужин что же входит в эти 300 рублей на самом деле это что-то вроде бизнес-ланча но без возможности выбора блюд набор блюд фиксированы и меняется каждый день недели так например по воскресеньям это рис с котлетой на горячее а на холодный это овощной салат также вы можете взять один напиток и хлеб на самом деле все достаточно вкусно но ничего особенного и так всем доброе утро давайте сходим на завтрак завтрак происходит в режиме шведского стола однако во время пандемии почти все блюда упакованы индивидуально по тарелочкам вы можете взять сколько угодно разных тарелочек неважно каких блюд а сок и кофе по старинке и сами наливаете однако горячие блюда вам накладывает повар лично но вы можете подойти к нему несколько раз а соусы расфасованы в холодильнике по маленьким порциям сухие завтраки хлебобулочные изделия обратите внимание что металлические приборы стоят на каждом столе в кружке с салфетками флагбаума здесь открыты и поэтому мы просто вы заехали и встали сюда на парковку хотя вроде как она платная но мы ничего не платили итак наступило утро спалось все хорошо отель понравился номер хороший чистый современный именно поэтому я рекомендую всем останавливаться в каких-то сетях международного уровня таких как redison даже ibis тот же самый потому что здесь уже все отработано все чисто аккуратно потому что отели дорожат тем что у них действует франшиза международной сети если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока до встречи в новом видео пока-пока а